Здравствуйте, меня зовут Гамит Алена Анатольевна, я врач-акушер-гинеколог, гемастезиолог Центра иммунологии и репродукции. Сейчас однозначно сложно сказать, какой фактор мог повлиять на остановку развития беременности. Мы не можем однозначно сказать, но инфекционный фактор невынашивания беременности однозначно имеет право быть, его нельзя исключать. Хламидиоз довольно серьезная инфекция, которая требует обязательного лечения, особенно перед планированием беременности. Что касается торч-инфекции, то необходимо понимать, какие антитела у вас были выявлены. Причиной неудачи беременности могли быть различные факторы, в том числе и генетические. Если вы не проводили цитогенетическое исследование материала абортуса после прерывания беременности, то однозначно точно сказать, что причиной была генетика, неправильный хромосомный набор, мы тоже не можем. В связи со всеми обстоятельствами вам прежде всего нужно провести антибактериальное лечение. Перед планированием беременности необходимо провести обследование, чтобы с ней не столкнуться с возможным повторением ситуации. Желательно обратиться на прием Центра иммунологии и репродукции, где мы сможем составить план необходимого обследования. Что желательно сделать перед консультацией для того, чтобы создалась общая картина по вашей ситуации. Нужно сдать гормональное обследование, оценить состояние работы щитовидной железы с помощью гормонов щитовидной железы, сдать общие анализы, это биохимия крови, общий анализ крови, сделать УЗИ органов малого таза. Стандартно он делается на 5-7 день цикла. Также желательно сдать анализы на свертывающую систему крови, гемостазиограмма, додимер, волчаночный антикоагулянт, сдать анализ на гомоцистеин и также желательно сдать анализ на витамин D. По данным анализам мы сможем составить план обследования и дальше решить о необходимости дополнительных анализов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова